Здравствуйте, мои дорогие зрители! Рада приветствовать вас на моем канале. Но сейчас можно переходить ко второй части видео, где речь пойдет о тех сортах фасоли, которые я выписала у сестры, вот того коллекционера, видео с семенами, от которого я показывала раньше. Ну, это пришло не в письмах, хотя конверт здесь, но оно было упаковано вот в такую штучку с пленкой обернута, потому что я думала, как одно отправление будет идти. Находясь в письме, это, видимо, шло как посылка. Ну, а если говорить о том, как были упакованы вот прежние семена, это конверты были, и тут пупырчатая пленка. У нас почему-то я на почке таких не видела, потому что это не семена томатов, которые плоскенькие такие. Здесь вот эти достаточно объемные пакеты получаются, и при прохождении различных почтовых аппаратов, приборов каких-то сканирующих, ну, не всегда оно на весу делается что-то и прокатывается, вот проходя по какому-то конвейеру. Так что беспокоилась я, конечно, по поводу того, как это дойдет, но дошло все в целости сохранности. Если уж, наверное, какие-то фасолинки были подлопнутые, то это происходило с ними изначально. Такие, к сожалению, вот здесь есть с нарушенной поверхностью, но если ростковая зона у них там будет как следует сохранена, то, наверное, все будет в порядке. Так, у нас сегодня такой достаточно ясный день, поэтому можно без дополнительного какого-то освещения попытаться показать. Еще раз скажу, что когда коллекционеры фотографируют свои плоды, то они, видимо, не сухие, а вот вышелушенные из стручков, еще, наверное, такие достаточно объемные, потому что на фотографиях это крупные такие фасолины, более яркие. Здесь они уже, конечно, усохшие, засохшие, но понимая, что я видела, имею представление, о чем идет речь, что я приобретала, то, конечно, буду с нетерпением ждать такой же красоты и у себя. Понимая, что, ну, допустим, вот порядковые номера каких-то сортов и 155, и 158, может быть, там еще и дальше были какие-то сорта при переписке с этим человеком, в данном случае с Татьяной, первый коллекционер была Ольга, я поняла, что жаркое лето – это не всегда хорошо, что хорошо одной культуре, то не слишком подходит другой. И вот говорит, что с выращиванием фасоли в этом году возникли очень большие проблемы, поэтому фасоль в ее каталоге появлялась постепенно, ну, наверное, что-то и вызревало, и собиралось в каком-то таком растянутом времени. И, опять же, к большому сожалению, после того, как был сделан заказ, через несколько дней в каталоге появились еще какие-то фасоли, но это, возможно, после того, как она перепроверила свою коллекцию, в общем, что-то еще расшелушило, потому что что-то вообще было штучно. И когда один из сортов я заказала, она вообще удивилась и сказала, а где вы это взяли? Я говорю, ну, вот у вас там фотография есть, видимо, она или не убрана была, или каким-то вот образом что-то там такое, несостыковка произошла. Но три штуки этого, этой фасоли мне все равно прислали. Ну, сейчас мы это посмотрим. Но, к сожалению, вот в данном случае здесь в заказе 33 позиции, но где-то на обратной стороне одной из фасоли написано, что подарок. Тут, в общем, то, что я заказала и то, что я получила, это я уже знала, что оно будет. Никаких таких сюрпризов приятных, к сожалению, не ожидало меня, но что поделаешь. Так, вот смотрите, как называется. Снег на горе. Красивые. Ну, лимских больше пяти штук нигде нет. Черная звезда. Так, вот эта вот фасоль называется. Сейчас. Мраморная. Их каким-то чудом шесть штук оказалось. Красная бязь. И миссис Моттс. Когда фасоль эта размокает в воде, она становится в два, а то и в два с половиной раза больше. Так, вот это на фотографии мелькнуло. В каталоге ее не было. Но на фотографии, где коллекционер окружена вот этими патетиками с сортами фасоли, вот она была. Поэтому я рискнула и заказала ее. Но вот, видимо, только три семечка было найдено. Императрица лима. Так, мечта Флосси Пауэлл. О такой фасоли украинской ясти я слышала. Она не идет под названием лима, но, не знаю, она весьма и весьма похожа на нее. Ну и пошли вьющиеся фасоли. Крапинка. Вот такая красивая. Путешественник. Они все такие. Очень мне такая нравится. Такая вот полувьющаяся фасоль. Но я как-то обращала внимание, что среди кустовой частенько попадается похожая на вьющуюся, но размером своим, длиной побегов, стеблей, она, конечно, не достигает размера вьющейся, даже если какую-то опору подставить. Но это вот как раз, наверное, та полувьющаяся фасоль. Вот значит, что теперь еще и такая существует. Посмотрите, какая красивая, красивая. Она бежевая, с сиреневыми вкраплениями. Майский цветок называется фасоль. Так, вот такая вот. Ой, потеряла. Не туда. Это Violet. Телефон новый, непривычный для меня. Поэтому уж извините, как получается. Такая вот красивая фасолька. Она несколько похожа на вот эту, только здесь бежевая с сиреневым, а здесь бежевая, не знаю, но это не черная, как темно-темно-фиолетовый. Сумерки. Фасоль. Вот такая. Такая фасоль Марта. Бежевая. Это все пока вьющиеся фасоли. Еще одна полувьющаяся. Амазонка. Ой, нет. Антрацит. Не туда. Антрацит. Тоже похожая на вот эту. Только покрупнее ростом. Семья Пенланд. Вьющаяся. И это вьющаяся лаванда. Она хоть и написана серая, но она не серая. Она какая-то такая, не знаю, сиренево-фиолетовеньковатая какая-то. Так. Фасоль Скубита. Вот такая звездная ночь. Вьющаяся. Красивая. Так. Закат Требуа. Дальше пошли кустовые фасоли. И это дымка. На фотографии там как морские камушки были подобраны. То есть вот здесь в подборочке этой, наверное, цветов 5, наверное, разных. Но когда они, видимо, были сняты еще только собранными, они более яркими были, разноцветными, очень красивые. Когда-то ученик у меня был с фамилией Марон. Теперь у меня и фасоль есть с таким именем. Вот такая красивая зебра. Это уже кустовые фасоли пошли. Начиная с дымки, это кустовые миски. Так, вот такая кидни. Кустовая. Очень красивая фасоль-корнетка. Ну, казалось бы, видимо, у всех свои какие-то понятия о красоте. Что-то сильнее глаз, душу трогает. Но для меня это очень красивая фасоль. Вот такая вот 40 бушелей. Кустовая фасолька. Так, это рябушка красная. Это фасоль. Ой, шуберт. Какой-то там шуберт. Спаржевая. Спаржевая фасоль. Ну, у меня спаржевая фасоль и много куплено в таких... Ну, от разных производителей промышленных, так скажем. Так, оранжевая песня. Очень я хотела вот эту вот фасоль. Тайский солдат. Конечно, на фотографии она значительно крупнее. И там, ну, немножечко другого рисунка бобы были. Думаю, что и у меня будут всякие разные. Так, дальше форель розовая. Такая. Так, и это когда-то я садила. Но, к сожалению, ничего у меня не выросло. По-моему, это назывались бобы диацинтовые. По внешнему виду, по фотографии, судя, это тоже самое я покупала. Только название этого растения делихос, вьющийся. Ну, думаю, что правильно я назвала это растение. Это семейство бобовых. Очень высокорослое, хорошо вьющееся. И прям буквально, как сирень, покрывает такими крупными кистями весь всю лиану. Ну, буду надеяться, что вырастет вот это растение. Очень хотелось бы этого мне. Вот такие семена из Самарской области от двух сестер я заказывала. Еще раз повторяю, удовольствие оказалось не дешевым. Пакетик семян любых, вне зависимости от того, 5, 7 или 10 штук туда вошло, стоит 50 рублей. Но хотение, желание, оно многократно превосходит те затраты, которые мы несем. Поэтому я с удовольствием вот это получила. Мечтаю, чтобы фасоль у меня как следует выросла. Ну, и поесть, посмотреть, полюбоваться, что-то, возможно, продать. Ну, как повезет. Будем надеяться на благоприятную погоду, на хорошо складывающиеся самые-самые разные условия, в том числе условия выращивания. И вам желаю того же. Будьте счастливы тем ожиданиям, в котором мы пребываем сегодня. Начинайте готовиться к садово-огородному сезону. Всего вам самого доброго. До свидания.